Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Ну что же, у нас опять, скажем так, экономический вопрос на повестке дня. Я в таких новостях рассказываю о том, чем живет Турция, о чем говорят здесь местные жители, каково их мнение. То есть не новости, которые вы можете увидеть по телевизору, в частности, да, их не пересказываю, а то, как люди относятся к этим новостям, что думают по этому поводу. В принципе, настроение и жизнь реальных, обычных людей. Если вы считаете, что такие видео полезны, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Давайте приступим. Конечно же, экономическая повестка дня – это самая первая новость уже несколько недель. И такая тема, как корона, коронавирус, она, естественно, нас отошла. Я всех вас поздравляю с наступившим Новым годом. Турция Новый год тоже отмечала. Об этом у меня есть на канале, когда-то давно я снимала обычное видео. Оно такое же, ничего там добавить побольше нельзя. По факту ничего не изменилось. Турция также отмечает Новый год. И с каждым годом я больше замечаю, что это становится неким коммерческим маркетинговым ходом. Люди делают покупки. Турки, вкратце, да, скажу, что здесь было перед Новым годом. 29, 30, 31 декабря. Люди выносили магазины, покупали продукты, подарки. Любят подарки турки покупать в последний момент. 31-го в магазинах просто часов до 8 вечера битком людей. Это называется колобалык. Че у колобалык? Невыносимо просто что-то купить. Длиннющие очереди на кассах. Ну, вообще-то, ажиотаж на подарки начинается за неделю до праздников. И он нарастает и нарастает у людей больше и больше. Так вот, в этом году, несмотря на экономические кризисы, финансовые проблемы, о которых мы поговорим немножко попозже, подобная ситуация была. Люди также все покупают. То есть, по сути, ну, у кого есть деньги, да, в этом себе не отказывают, праздник отмечают. Это не прям как у нас в менталитете оставить последние штаны, но отметить Новый год с последних денег в меру своих возможностей. Но у турах очень важно Новый год. Это накрыть стол, чтобы хорошая вкусная еда была побольше, красиво украсить, сервировать стол. Здесь у нас идет турецкое гостеприимство, домохозяйство турецких женщин. Они любят порой вот так вот украшать все там. То есть, это скатерть, либо салфеточки, несколько тарелочек красиво разложенные, приборы, сервировка тематическая новогодняя и тому подобное. То есть, таких светских турок нерелигиозных, это все есть. Почему я упоминаю религию? Потому что вопрос религиозный в Новый год и елка, символ Деда Мороза и истории, это религиозный символ христианства. Поэтому правоверные мусульманы Новый год не отмечают в их застой. Они просто отмечают как начало Нового года, поужинать, посмотреть телевизор, развлекательное шоу и все. Кто хочет отмечать, турки отмечают в ресторанах, при отелях, в ночных клубах, в принципе, так же, как и у нас. Либо в семейном кругу, но здесь нет такой прям семейственности, как у нас, хотят все сблизиться. Все это сближение у турок идет на Курбан-Байрам религиозный праздник. Но, тем не менее. Что хочу отметить, почему здесь мы подходим к новостям. Турция отмечала, гуляла, вопрос короны вообще здесь не стоял. Вообще, с каждым днем все больше замечаю, что вокруг, на улицах, в пространстве таком, где здесь природа свежий воздух, людей все меньше носят маски. Но, несмотря на это, в помещениях, в торговых центрах, в больницах, в общественных каких-то организациях и так далее, в транспорте общественном, в том числе, маски, естественно, обязательно без них не впускают, выгонят. Короче, до никого даже нет мысли заходить без маски куда-то там, в какое-то помещение к людям. Тема вообще короны, смертности короны мы все давно не вспоминаем. Это в телевизоре не обмусоливается. Тема себя сжила, с поиски дня она по факту ушла. Приезжали до туристы отмечать Новый год. Очень это активно Стамбул, Анталийское побережье. Два направления отеля так и работают. Крупные, пятизвездочные, хорошие отели здесь, бассейны с подогревом. Сами турки поехали отмечать в, не знаю, в Компьялово термальные источники от Стамбула. Можно уехать, есть термальные у нас, как бы это назовем, территории с термальным источником, где есть термальные отели, погреть свои косточки, поплавать, попариться, подлечиться, хамам посетить и так далее. То есть сами турки едут не в Анталию, ну очень мало, едут в Анталию, но очень минимум, потому что для туристов и для туристов постсоветского пространства. А сами турки, если едут, то они едут в термальные источники два с половиной, там три часа ехать из Стамбула. То есть у них свое направление есть. Деньги тратили, и несмотря на это, на курс доллара покупки совершались. Что у нас сейчас по курсу, по деньгам и новостям в этом плане? Что произошло? У нас как анул доллар до 18, вроде бы с чем-то там даже лир за доллар. Это очень много. Открыли такие инвестиции, они как бы есть, да. То есть если ты приносишь, вкладываешь, открываешь счет, приносишь деньги в казну государства, у тебя возможность потом счет закрыть, там есть разные условия, там условно через три месяца, полгода, через год, под проценты, естественно, твои деньги работают, но по тому курсу валют, по которому ты положил эти деньги. То есть если ты положил по 18 долларов, то если ты будешь поснимать деньги, а курс будет там 5-10 долларов, ой, 10 лир за доллар, то тебе посчитают твою сумму, как ты когда-то фиксирована, то есть это будет происходить. И якобы за один вечер, это происходило в 10 вечера, 1 миллиард долларов внесли в казну, открыли счета, доллар тут же начал падать до 13 лир за доллар, даже до 12, до 10 доходил. Прям просто это была онлайн, я не знаю, трансляция, когда все вот так сидели у крана с попкорном, и смотреть, что происходит с долларом, так резко падает, да. Но все как бы классно, классную меру придумали, но я просто здесь сейчас озвучу не мое мнение, а комментарии экспертов. Первое, все классно звучит, типа рабочая схема, но вопрос, где все эти люди в 10 вечера, которые побежали открывать счета в банках, когда всю эту систему была закрыта, и не у всех есть возможность, например, открыть этот счет, какое-то вложение, сделать онлайн по приложению, по телефону, правильно? Не у всех есть на это деньги, никто, что как бы, и в это очень трудно верится, что это произошло силами людей, а не самого государства. Вливание финансовое было в доллар. Второй пунктик, это прям на РБК, я читала статью русскоговорящего аналитика-экономиста, который давал оценку ситуации в Турции, что экономика так не работает. То, что они придумали, это как бы классно звучит, но по факту эта схема не рабочая, потому что это определенный мыльный пузырь, который оттягивает время, и этот пузырь все равно взорвется, потому что подкрадется инфляция, да. Итак, процент инфляции, кстати, на днях в Турции стал официально известен, 13,4%. Оу, это как бы много, избыточная инфляция. То есть подорожание всей стоимости, хотя бы не скрывает, но это, знаете, спасибо. Так вот, к комментарию вернемся этого человека, да, это все равно будет избыточная инфляция в итоге, мыльный пузырь взорвется, все обесценится, будет дефолт по факту. Это просто момент отдалить время себе запоздать, потому что начались народные волнения и так далее. То есть это такой некий, назовем в кавычках, обман людей, чтобы они действительно поверили, что кто-то пошел класть деньги и прибежали тоже вкладывать свои деньги. Поверили на, это история на добро, на, знаете, такое, на веру, возрождение веры и доверие, на доверие к государству, к ведущей партии, чтобы люди внесли свои деньги, и тем самым поддержали экономическое, ну, то есть вливание какое-то сделали в экономику. Но так, когда придет время отдавать эти все платежи, вклады, тогда и взорвется этот все равно мыльный пузырь, потому что денег не хватит, кто-то положил по 17 лир за доллар, а он, например, допустим, упадет до 5. Кто будет вообще эту разницу, точнее, откуда она будет браться, эти деньги, конечно, государственные, но вопрос, да, это огромные суммы будут. Эта история осталась подвешена якобы, когда вчера выступал президент, это типа, он утверждает о том, что эта история работает, и вот был 1 миллиард, а сейчас типа 70 с лишним уже миллиардов долларов вложили в казну за эти последние 2 недели. У кого-то не спросишь, никто таких людей не знает, это явно не крупный бизнес, это на это не пойдет, это огромные риски, нет таких денег, бизнес может сейчас банкротиться, идет потому что инфляция, никто деньги так не пойдет свои отдавать, кроме вкладывать. Иностранный бизнес тоже здесь не было замечен, сказать, что просто люди расчехлились и пошли вложили свои личные накопления, вот в моем круге окружения людей никто этого не сделал. Окей, сэряви, может, мы таких людей не видим. Продолжаем. Что еще было в заявлении президента вчера озвучено, что теперь минимальный порог пенсии поднимут, 2500 лир, что зарплата рекомендованная минимальная у нас 4500, ну, не такой а-ля, типа, турецкий мрот, но это не фиксированный мрот, как в России, да, а вот пенсия будет 2500 лир. Что такое 2500 лир? Это 15 тысяч рублей. Если мы будем сравнивать конкретно цены в России и в Турции, это есть, да, имеет место быть в плане цены там на продукты питания, на сыры, там, овощи, фрукты какие-то и так далее, они, естественно, здесь почти в два раза, там, где-то какие-то зависимости от региона вашего проживания, мы берем сейчас в Россию сравнивать или в вашу страну, они, конечно, здесь ниже. И да, 15 тысяч рублей, условно, это здесь деньги. На это можно больше что-то приобрести, нежели как в России, да. Звучит как бы красиво. Но я вам один такой момент открою, что с 1 января подорожали, сырье подорожало в плане природное сырье. Это газ, бензин из-за курса доллара, то есть мы допользовались, скажем так, до декабря старыми нашими ценами, запасами. Сейчас мы закупили все это, все это новое закупается, да, естественно, из России газ, уже по новым ценникам, потому что по курсам валют, а валюта у нас в Турции, конечно, подросла, подорожала. Несмотря на то, что сейчас доллар у нас 13,3, 13,70, ну, в общем, на рубеже 13 лир за доллар, не 18, конечно, ну и не 10, и не 7. Января тарифы на свет, вы сейчас не ослышались, я не пошутила и не обговорилась, то есть с 1 января поднялся на 120%, то есть если вы платили 100 лир в месяц за свет, с 1 января за тот же самый объем потребления света вы будете платить больше 200 лир с копеечкой там выходит, ну, условно, 20% уберем, ну, допустим, 200 лир вы будете платить в два раза ровно. С 1 января подорожал транспорт и бензин, бензин там по городам у нас разные цены, но в Стамбуле самый дешевый бензин-петроль по всей стране, но при этом газ подорожал также очень сильно, это отопление наше все, да, тем более сейчас зима у нас идет. И транспортный проезд, вообще транспортные расходы по всем городам по всей стране 36% ровно. Это проезд, метро, это проезд общественного транспорта, автобусы, паромы вообще, все-все, любой транспорт ровно на 36%. Есть несколько провинций, где поменьше накрутка идет, но в среднем, как рулем, возьмем общую, где-то до 40% фактически поднялась цена на все это, и такси в том числе, и бензин, и общественный транспорт. А вот, так вот, возвращаемся к 15 тысячам рублей, 2500 лир сейчас по курсу, да, это примерно 15 тысяч рублей. Вопрос, достойно ли это повышение пенсии пенсионерам, если сейчас они за свет, будут платить в два раза больше, чем они платили еще в прошлом месяце? Конечно же, это несоразмерный скачок цен. Что здесь началось? Типа а-ля такую монополию пытались выключить. Многие, конечно же, потянули цены вообще на все, что можно, естественно, ты же турки, только позволь. Многие воспользовались ситуацией, никогда у себя даже в твоей продаже, производство, и что-то еще, твои услуги, даже услуги, не зависят от курса доллара, иностранного сырья и так далее, все равно начали поднимать цены на все подряд. Это логично, в принципе, потому что, ну, просто людям же надо получать зарплату, все вокруг дороже, им зарплата их обесценивается. Естественно, они поднимают цену своих там услуг каких-то, какие они оказывают, свои работы. Это логично, но есть такие сферы деятельности или такие товары в магазинах, будем говорить о товарах и продуктах, которые поднялись в цене, ходили конкретно на 100% турецкие. Максимум, что вы можете поднять, это логистика, стоимость вот этого бензина и доставки из одной провинции этого товара в другую. Но этим воспользовались абсолютно практически все. И государство перед Новым годом сделало такую типа а-ля инспекцию. Лично своими глазами в магазине ни разу не видела, но в телевизоре показывали в новостях эти всякие рейды, прохождение, типа эту тему пытались людей успокоить, сказать, ну да, потому что цены взвинтились, ну, я не знаю, в три раза на все. Ну, нереально, понимаете, просто. Я вам для примера скажу, вот, шампунь, например, стоил условно там 25-30 лир. Он стал стоить к Новому году в декабре, в конце, вот, когда был 18, вот, мой последний выпуск новостей о Турции, вот, в тот день это было. Он стал стоить 110 лир. Иностранный шампунь. Потом они, чтобы выйти из этого положения, написали скидку типа а-ля там праздники, Байрам, Новый год, Татиль, вся история, 40-50%. Но по факту я все равно за этот шампунь, который был в ноябре, допустим, в начале декабря, в конце ноября 25 лир. Сейчас ты за него плачешь 45-50. Цены, кстати, что будет 100. Как бы, типа, они 50% от 100 этих лир сделали. И люди стали возмущаться. Доллар-то у нас упал до 12 лир в конце декабря, в начале января. А цены остались, как будто доллар стоит 18. Типа, давайте тогда и цены будем понижать. И вот были такие инспекции, комиссии, типа, ходили, понижали. Я думаю, что это действительно на самом деле было, но это не такие объемы. Представляете, какие продажи магазинов, сколько, ну, до труда часов людей затратить, им зарплату за большим числением, типа, это инспектировали. Ну, какие-то налеты, конечно, на крупные сети продуктовые, там, сети одежды и так далее, и там техники. Они, естественно, эти приходы, как их называть, приводы эти были, по телевизору это все показывали, насколько это действенно. На некоторые просто категории, то есть я, приходя в магазин, как покупатель, заметила, да, есть категории товаров, на которые снизили обратно откат, скажем так, по цене произошел. Вот я вам могу точно сказать, это сливочное масло в магазине Migros. Я его вчера буквально покупала, могу вам точно сказать, да, он практически стоит столько же, на 5 лир подоржал от того, что я покупала. Ну, не все, кстати, позиции, я говорю, некоторые марки, например, там, сыр Лабне я покупала. Некоторые остались такими же дорогими, какие-то категории, типа, у них там акция, он подешевле. На самом деле он стал дороже на 4 лиры, если по акции это покупать. То есть, условно было 10 лет, написали 17, 2 недели 17 лир побыл, сейчас они пишут, что 15 скидка, ну, вот так вот, да. Но это не все, не на все продукты, не на все, там, не знаю, товары какие-то. Настроение людей, что сейчас происходит, чего все ждут. Все ждут вообще, естественно, было такое состояние зависшее, я вам рассказывала об этом, наблюдали. А политики гнут линию, и президент с такой повесткой, что мы справляемся, все нормально, будем идти по пути Китая, по их экономике, вообще станем все независимыми, все будем производить, и Apple мы заменим, типа, как вот Китай, Huawei сделал, все такое и прочее. То есть, мы все, всему замену произведем, еще на весь мир продавать будем, и все этим будут пользоваться, вообще, короче, крутыми станем, как Китай. Окей. Он не развивается за последние годы. Люди сейчас уже больше, конечно, негативе, мало кто во что-то верит, все как бы по факту ждут год-полтора до выборов, наблюдают, и с намерениями менять ситуацию, менять правящую партию. Вот я вам говорю про то, что здесь вижу-слышу, это мой круг общения. Вообще, в общем, по стране был рейтинг опять за год лучших вузов мира, и турецкий вуз там попал в последние только на 600, то есть, да, вот в эту сотку, шестую сотку этих лучших вузов, когда раньше, еще 10-15 лет назад, вузы турецкие, они были в рейтинге гораздо-гораздо выше, и были реально крутые вузы. И сейчас они, в принципе, есть, но это уже, они выпали из этого рейтинга, не то качество обучения, образования. Ты, например, это дорогое обучение, это частные в основном вузы, когда ты оплачиваешь обучение, и ты, например, 2,5 года учишься в Турции, профессия, а практику отрабатывать или специалитет какой-то, летишь в Америку, в другие какие-то страны, с кем контракт у этого вуза, и у тебя получается образование в комплекте, да, то есть, престижное здесь в Турции, и ты такой же специалист, которого принимают в той же Америке, в Англии, куда-то там ездил. Ты там котируешься, и здесь, это очень круто было. Сейчас этого нет, эта система осталась, но уровень этого обучения уже не такой классный. Почему нет вот этого доверия к вузам в мировом рейтинге, почему не только на 600-го места, 6-й сотни стали появляться турецкие вузы? Потому что нет доверия в качество образования, вузы частные, частные, вот это вообще проблема с образованием частным здесь, потому что государство, политика очень вылазит, скажем так, в эту систему, они платят очень большие налоги, вносятся коррективы, то есть, это связано с политикой, с ситуацией в стране неустойчивой, давление огромное на вузы, то есть, вузы заняты последние несколько лет, да, Феттула, вспоминаем, да, у него сеть частных обучений, как назовем, вузов образования, да, он бизнес у него, это, помните, да, кто такой Феттула, ну, не надо вам напоминать, переворот, который 5 лет назад типа был, Феттула уехал в Америку, и начали тут гнобить, давить образование частное, короче говоря, сострадает образование от того, что вузам частным нужно воевать с политическим режимом, отстаивать свою какую-то независимость, на них давление, на преподов, на руководителей, типа неоппозиционных взглядов и так далее, то есть, заняты не обучением детей. Вот такая здесь история, такие новости Турции сейчас, слава богу, за этот период времени никаких катаклизмов у нас не случилось, мы этому очень рады, потому что природные катаклизмы, знаете, в Турции очень редко, да, метко у нас бывают, и за последние 21 год их было слишком много. Я вам всем желаю в новом году счастья, здоровья, хороших эмоций, позитива. Если вы считаете, что подобное видео приятное, вам понравилось, полезное, самое главное, эти видео снимать, чтобы они были полезными, пишите об этом в комментариях, подписывайтесь, делитесь в соцсетях, мне будет очень приятно, это очень сильно меня порадует и поможет развитию моего канала. Если у вас есть вопросы, пишите, конечно, в комментариях, или просто делите свои мнения, как вы проводите новогодние праздники. Ставьте-ка моливье до сих пор у телевизора, или у ютюба, смотря мои видео, или вы занимаетесь какими-то активностями. Жду от вас ваших комментариев. Спасибо всем за внимание. Всем пока.